Балаковская турбина – чемпион России. Ребята, вы сделали это! Вы лучшие! Ура! Директор Балаковского филиала АО «Апатит» группы «Фосагра» Андрей Шибнев не может сдержать эмоций. Он поздравляет турбину с долгожданной победой в чемпионате России. Предприятие долгие годы поддерживает балаковских гонщиков, поэтому и их победы на треке становятся для химиков поводом для гордости за хороших друзей. В этот непростой год, когда гонки переносились по датам, проходили без зрителей. Когда у ребят не было возможности нормально тренироваться, турбина сделала это, впервые за 8 лет завоевав золото командного чемпионата. И на завершающей гонке 7 октября наши спортсмены боролись, уже зная – никто не сможет лишить их лидерства. Для меня спидвейс всегда праздник. Первая гонка, последняя гонка, независимо от этого. Я люблю наблюдать это, смотреть за победами. Для меня это очень, как любого, наверное, жителя Балакова – это гордость. В данном сезоне мне очень нравится Кайбышев. Молодой парнишка, но он смелый, он решительный, он тактику имеет свою. Вот я за него особенно болею. О том, что Балаковская команда станет чемпионом, болельщики узнали 27 сентября, когда в Октябрьском состоялась решающая встреча между командами СТК «Башкирия» и СК «Мегалада». От ее исхода зависела судьба турбины. Победят гонщики из Октябрьского, наша команда – чемпион. А если тольяттинцы, то балаковцы продолжат борьбу. И судьба оказалась на стороне наших ребят. Гонки интересные, очень напряженные. Наши, слава богу, чемпионы, мы за них уже рады. Восемь лет такого не было, и мы их заочно всех поздравляем. Завершающая гонка для Балаковской турбины проходила под аплодисменты немногочисленных зрителей. Из-за пандемии введены ограничения на количество посетителей стадиона. Вместо 10 тысяч билетов была продана лишь одна тысяча. Обязательное условие – вход на трибуны в защитных масках. Для всех болельщиков, которые не попали на стадион, организовали онлайн-трансляцию. И гонщики выкладывались на 100%. Обе команды пытались победить. Турбина, чтобы доказать, что в этом сезоне ей нет равных. Мегалада, чтобы вырвать серебро чемпионата. Жёсткие падения, долгие совещания судей. Удаление гонщиков за промахи, переживание болельщиков. Атмосфера, присущая спидвею, царила на стадионе. Счёт на табло показывал преимущество то одной, то другой команды. Но вот понемногу вперёд начали выходить тольяттинцы. И в итоге турбине пришлось выпускать на трек Джокера, которым стал Владимир Бородулин. Он привёз победу в девятом заезде. Но итог гонки не изменился. 44-49 в пользу гостей. Таким образом, балаковцы остались чемпионами. А у команды из Тольятти серебро чемпионата. Цел здоров, поеду домой в качестве чемпиона России. Всё хорошо, очень хорошее руководство. Тренерский штаб очень замечательный. Ребята по команде, да. Ну, чуть-чуть у нас не получилось, так сказать, хлопнуть калиткой напоследок. Каждый что-то не довёз своего. Я со своей стороны сегодня. Ну, я считаю, несправедливое исключение меня из заезда. Ну, и досадное падение на первой позиции тоже отняло очки у команды и у самого себя. Андрей Лебедев в этой гонке стал настоящей палочкой-выручалочкой. Легионер показал хороший результат, привёз команде 10 очков. Лучше него выступил только Владимир Бородулин, завоевав 19 баллов. И хотя официально наша команда будет признана чемпионом после заключительной гонки сезона, которая состоится 14 октября, балаковцев в этот вечер поздравляли с победой.